МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня благодаря этой программе в городе с каждым годом появляются площадки как для игр, так и для занятий спортом. Как известно, дети – это цветы жизни. А другая известная поговорка гласит, что спорт – это жизнь. Именно поэтому благоустройство территорий для веселого и полезного времяпрепровождения детей и подростков уделяется все больше внимания. Во многом в этом помогает участие у стюжан в программе «Народный бюджет», где проекты детских и спортивных площадок реализуются постоянно. С 2019 года уже построено 10. В этом году еще две площадки у нас добавятся. И это именно в рамках программы «Народный бюджет». То есть началось все с одной площадки, это 2019 год, это Брынина на микрорайоне была построена. Дальше на следующий год уже 5 площадок, но не таких, так скажем, дорогостоящих. Общая сумма порядка 700 тысяч рублей вкупе. Но на следующий год площадок было меньше 4, но сумма – миллион 300 с лишним. То есть уже площадки больше. Не стал исключением и текущий год. По народному бюджету получат благоустройство или будут построены с нуля сразу несколько объектов. Это уже и хорошо знакомый всем сквер нашумилого. В дополнение к имеющейся спортивной и тренажерной площадке в этом году будет благоустроена территория. Долгожданное обновление территории получат дети микрорайона «Барки». В этом году у нас заявок было, конечно, больше, но устояли у нас две заявки. Это детская площадка на «Барках» на улице Красавинской и детская площадка на «Водников-26». На сегодня у нас заключаются договора с подрядной организацией. До конца недели договора будут заключены. В течение месяца обе площадки будут построены. Стоит отметить, что такое активное благоустройство детских и спортивных площадок – это показатель того, что нужно устюжанам. Великоустюгские родители очень заинтересованы в том, чтобы дети играли и занимались спортом в комфортных и безопасных условиях в непосредственной близости от дома. Народный бюджет помог существенно сэкономить на закупке, установке, благоустройстве территорий под них. Проект «Народный бюджет» – это, в первую очередь, инициатива людей. То есть люди хотят, чтобы у них около домов, в территории, прилегающих многоквартирным домам, была детская площадка, где можно спокойно и безопасно пустить ребенка, чтобы он мог поиграть. То есть раньше у нас это была, наверное, роскошь, во-первых. То есть далеко не на каждой дворовой территории или рядышком с дворовой территорией у нас были эти детские площадки. На сегодня их большое количество. Самое главное, что у нас детских площадок современных, безопасных, комфортных в городе достаточно. Сейчас надо только как бы это все беречь, сохранять, постараться, чтобы это послужило нам как можно дольше. Народный бюджет позволяет дополнительно благоустроить дворы детскими площадками, а также, как это было в сквере Нашумилова, постепенно дополнять их новыми элементами. Благоустройство по программе «Народный бюджет» продолжится и в следующие годы. Отдельно стоит отметить, что именно инициативы велико-юстюгских родителей и привели к появлению новеньких качелей, тренажеров и горок. Современным детям и подросткам в этом плане очень повезло, ведь у велико-юстюгских детей 90-х и 2000-х всего этого просто не было. Как и не было таких программ, учитывающих пожелания населения и субсидирование из местного и областных бюджетов. На этом очередной выпуск передачи «Акцент» подошел к концу. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова